Девочки, всем привет-привет! Меня зовут Анна Дрешенкова, и я ваш сегодня спикер на канале Эмми. Сегодня у нас просто лето-лето, прямо жара-жара-жара, поэтому я немножечко тут такая припотевшая. Надеюсь, что у вас тоже хорошая погода. Сегодня мы будем показывать дизайн, который я делала себе на ногтях, с новым материалом, с фактурной краской. И я думаю, что он вам очень понравится, классный. Материал вообще просто бомбический, я от него в полном восторге. И готова, у меня идеи просто так брызжут, 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 готовы, знаете, сесть и творить сутками с ним. В работе вообще суперприятный. Сейчас я вам все-все-все-все покажу. Ну, давайте переворачиваться на стол и уже посмотрим, что я вам приготовила. Так, вот такой он у нас. Так, что у нас еще? У нас еще, скорее всего, вот так мы сделаем быстренько. Извиняюсь, но так вам будет лучше видно. Пока регулировала телефон, вижу, что немножко ляпнула на камеру. Итак, давайте посмотрим, как выглядят эти красавчики. Как выглядят красавчики. Красавчики выглядят вот так. Вот такие вот баночки, какие миленькие, хорошенькие. И что с ними можно сделать, да? Что с ними можно сделать? Можно сделать, девчонки, вот такую вот красотищу. Это вот как раз в работе фактурная. Вот эта паста. Вот. Она очень и очень приятная. Она на ощупь не цеплючая вообще. Вообще не цеплючая. И я попробовала, когда, знаете, любовь с первого взгляда на всю жизнь. Вот больше низко. Ну, еще круче. Я не знаю, что может быть. Потому что я очень люблю пастозные материалы. Я не люблю текучесть. Ну, только в акварели. И вообще люблю всякие такие необычные штуки. Я думаю, что вы уже поняли, что я такой вот маньяк необычных дизайнов. Так. Мы будем делать примерно такой же... Ну, не примерно, а перерабатывать. Сегодня у нас вообще очень интересный эфир. Кроме того, что я буду показывать в работе по материалам, я еще вам покажу, как переработать вот такие вот сложные фантазийные ногти в более носибельный, стандартный вариант для клиентов. Да? Давайте пока положу палитру, чтобы у меня с черной перчаткой не сливались они. Мы этим очень много сейчас занимаемся с девочками в клубе Эми Арт. И это как раз дизайн был навеян одним из эфиров. Я в эфир вела Катя Мирошниченко. Она рисовала в прямом эфире перья вот такой вот фактурной краской, но художественной. И у меня сразу возникла куча идей, как это перевести в нейл дизайн. И, конечно, моя бурная фантазия подсказала мне вот такие фантазийные ногти. Но я вам сейчас покажу, как их переработать в более салонный, носибельный вариант. Что мы должны первое посмотреть? Мы должны посмотреть на то, что у меня, например, внизу расположено на зоне френча, и что расположено на ногтевом ложе. И самый простой, девочки, вариант, который вы можете сделать, это разрубить это пополам мысленно. То есть вы нижнюю часть можете сделать на полный ноготь, да, тем более, что он у вас по длине наверняка, клейский ноготь не такой большой. И, конечно же, взять и за основу любое из вариантов, который расположен сверху на ногтевом ложе, и тоже оставить его как самостоятельный дизайн. Это вообще самое простое. Посложнее это взять техники, которые в этом ногте применяются, и завернуть в более простую какую-то схему. Например, вот такой я типсик уже подготовила за кадром. Немножко начала. И так же мы сделаем вот такую вот половиночку. Закрасим примерно пополам, чуть больше, наверное, такая вот одна треть. Подработаем сейчас кисточкой, чтобы у нас в зоне кутикулы все было красиво. Привет, Таня! Тебе хорошего дня! Вот я обычно придираюсь как душнила к этому, чтобы было в зоне френча, в зоне кутикулы все ровненько, даже на типсе старайтесь. Почему это важно? Это важно, потому что, приучая себя на типсах делать в зоне кутикулы ровненько, не кардиограммой, вы также приучаете себя делать это на клиенте ровно. У Алиси виснет. Девочки, дайте, пожалуйста, обратную связь. У всех виснет. Можем перезайти. Попробовать. Так, второй типсик, какой мы будем делать. Второй типсик мы сделаем на весь ноготочек. Тоже покрываем фон. Все хорошо. Попробуйте лезть туда-сюда, зайти-перезайти. Вон, сейчас еще один свет не включила, девчонки. Вот, вот, посветлили. Так, дальше сушим. Теперь берем и перекрываем все вельвет-топ гель. Вельвет-топ у нас без остаточной липкости. Матовый материал. Защитное матовое покрытие. Сушим тоже в лампе. Причем, знаете, можно не до конца просушивать, просто прихватить. Мне очень нравится вельвет-топ в работе, потому что его можно прихватить чуть-чуть и уже продолжать работать. Так, и, допустим, можно что-нибудь тоже прикрепить. У нас вот этот 391-й и вся осенняя коллекция, она практически без остаточной липкости. Поэтому мы можем шермикончик уже, в принципе, прикрепить прямо вот так вот, не перекрывая теклоса. Я возьму шермикончик, это у меня веточка оливы, но легким движением руки веточка оливы превращается, превращается веточка оливы в элегантное будущее перышко. Ну, потому что мы будем такие перышки как бы рисовать, и веточка оливы у нас будет изображать вот такое перышко. Так, и дальше что еще я хочу здесь сделать? Я еще хочу прикрепить какую-нибудь надпись. Надпись давайте. Вот такую вот прикрепленную, красивую. Красивую надпись. Делается очень быстро, вот прям вот вообще. Чик-чик и готово, как я люблю. Я на клиентах, я люблю очень замороченные дизайны, люблю фантазийные дизайны, но на клиентах, конечно же, я люблю какие-то быстрые дизайны. Не очень люблю долго ковыряться, но и в основной запросе, я не знаю, как у вас, у меня основной запрос, чтобы, конечно же, побыстрее. Не хотят у меня клиенты долго засиживаться. Также перекрываем вельвет топом, пускай вас не смущает, что у нас пока будет золотинка, не золотинкой. Ну, она будет пока матовой, но потом ее сделаем опять глянцевым. И сушим. Пошу прощения. Так, что сделаем здесь? Здесь мы будем делать фактуру. Краска, вот такая фактурная, она представлена в двух цветах, черным и белым. И она так сделана для того, чтобы можно было ее поколировать. Она очень хорошо просыхает в любую толщину. Кстати, если вы слышите храп на заднем плане, это храпит мой пес. Он так передает вам привет. Он спит с мамой на работе. Так, берем белый и, конечно же, будем брать черный, потому что у нас такой будет в серых оттенках. Вот, высыхает очень хорошо, высыхает без остаточной липкости. А самое главное, знаете, он не цеплючий вообще. Смешаем вот такой серенький цвет. Храпунчик, да, они такие себе. У меня французский бульдог, и они все такие храпуны. Так, и также я смешаю два очень интересных цвета. И, девчонки, это вообще просто фантастика получается. Потому что на камере вы сейчас не видите, но на самом деле у меня вот эти вот мерцашки, которые сейчас пропадут в фактурной краске, они у меня все равно мерцают. Но они мерцают настолько деликатно, насколько это вообще возможно в принципе. Это, знаете, вот эффект получается примерно, когда бывает такое покрытие на стенах. Оно вроде как однотонное, но когда ты проходишь мимо, кое-где, кое-где, такие как будто бы блесточки промелькивают. Вот такой же эффект. Потому что где-где они вылезают чуть-чуть наружу, и получается очень красивый эффект. Когда вот где-то иногда вдруг что-то проблескивает. Причем настолько вот прямо супер деликатно, что я блеск не очень люблю в ногтях. А здесь он прямо вот к месту. Так, вот такие у нас типсики получились сейчас. Будем делать фактуру. Накладываем. Накладывать можно прямо вот не стесняясь. Не стесняясь. Густенько. Просыхает очень хорошо, в разную толщину. И вот видите, даже уже в принципе вот в таком виде что-то такое интересное получается. А мы сейчас еще это все сделаем еще интереснее. На мазякале, грубо говоря. Берем кисточку. Какой кисточкой работаю? Кисточку у меня КЗМ-2. Промываю ее. Промываю. Хорошенько. И делаю ее такой вот остренькой. Остренькой и жесткой. И начинаю вот так вот процарапывать. Каждый раз, как процарапываю, можно дотсом процарапывать. И, кстати, здесь есть дотс. Да. Давайте попробуем. Вот, отлично. Дотсом процарапывается. Потому что мягковата кисточка. Вот. Процарапываем дотсом. Можно даже что-нибудь по диагонали пустить. И получается вот пока такая фактура. Сушим. Так. И вторую. Так, вторую-вторую сейчас сделаем. Посветлее чуть-чуть ее мешаем. Тоже наносим. Там, где мы не будем ее трогать, она засохнет. Просто ровненько. Тут у нас золотиночка, мы еще вот сюда пустим. Такую золотиночку. Можно как-нибудь неровно вот так вот закончить маленькими мазочками в разлет. Даже же так прикольно. Она вообще, знаете, она очень крутая. Даже просто вот помазякать. А когда еще что-то с ней такое делаешь, интересное получается. Можно апельсиновой палочкой. Апельсиновой палочкой, например, мы будем рисовать с вами перышки. Она никуда вообще не течет. Никуда не торопится. Это паста. Не съеживается обратно. Видите, я прорезаю. И где прорезала, там она остается лежать. Только каждый раз мы вытираем, да, чтобы у нас материал не скапливался. Получается очень-очень тоненько, ювелирно. Вот такая вот штука. Ага, сушим. Интересный вариант. Да, получается очень интересный вариант. Еще круто, что очень они такие носибельные. То есть она вообще не цеплючая, не противная. То есть для клиентов будет очень комфортно в носке. Не за волосы не будет цеплять, ни за что. Теперь мы возьмем с вами текстон. Текстон. И немножко им тоже побалуемся. Текстоном. Он у нас застывает и становится хромированным. Прямо полусухой кисточкой немножко придадим. Такого вот сияния. И подождем, когда подсохнет. А топом нужно потом перекрыть? Нет. Можно не перекрывать. Я ношу. Я ничего не перекрывала топом. Вот как сделала, так и ношу. Специально тестирую. Мою посуду, девочки. Все делаю. Разделываю курицу. Селедку, наверное, не очень приятно будет разделывать. Здесь потом фактура вся зажирится сильно. А так я делаю все, как обычный человек. Специально, знаете, чтобы после этого теста можно было этот материал в космос отправить. Вот здесь я не буду делать текстоном. А здесь покажу вам, как еще можно выделить фактуру еще больше. Смотрите, берете кисточку, также у меня КЗМ-2, и делаете из нее вот такую лопаточку. Видите, плоскую. И белую краску только на одну сторону наносите, но не жирно. Вот прям чуть-чуть, чуть-чуть, практически ее нет. И нужно параллельно поверхности вот такими отдергивающими движениями немножко вот этой сухой кистью пройтись. И тогда вся фактура, она еще больше вылезает. Она еще больше становится видимой. Но тут важно не переборщить, потому что можно так шмякнуть, что все закроется. Сушим. Так, ну что, у нас вот здесь подсохло. Стала вот такая вот золотистая. Сейчас сфокусируется. Стало золотистое окончание. И здесь я сделаю то же самое. Тоже немножко подкрашу только с одной стороны. И вот так в разлет по верхним бугорочкам кое-где пройдусь, чтобы еще большую фактуру выделить. Это можно также делать эмпастой белый рафинад. Тоже получается выделение фактуры. Тоже подсушиваем. Так, что здесь? Здесь мы, в принципе, все доделали. Мне только хочется. Ну, здесь и веточка и так смотрится, мне кажется, хорошо. Но я вам хотела еще показать, как ее сделать обратно блестящей. На всякий случай. Это мы берем Teclos. Без липкости, безостаточной. Или можно, знаете, давайте попробуем... Да, сейчас, секунду. Новым прайм-гелем. Топом. Сейчас, секунду. Такой продукт у нас, новинка. Это прайм-топ-гель. Честно, сейчас будет прямо экспромт. Просто он тоже без остаточной липкости, но он погуще, чем Teclos. Он с эффектом самовыравнивания. Teclos чуть пожиже, а прайм-он чуть погуще. И мне кажется, чисто логически, что прорисовывать вот эти вот маленькие, тоненькие штучки им будет удобнее, поскольку он не так будет растекаться. Ну да. Видите, она сразу начинает блестеть. Сразу начинает блестеть. Можно не весь, можно, например, делать как-то по чуть-чуть. Вот, смотрите, какие красивые золотые ниточки сразу появляются. Огонь вообще, девчонки, мне нравится. Можно прямо вот где-то вкратчиво. Так, чуть-чуть, тут чуть-чуть, там чуть-чуть. Может быть, у вас будет частично матовая поверхность. А где-то частично глянцевая. И сушим. Здесь я уже ничем не буду перекрывать. А вот здесь мне нужно текстон. Текстон нужно перекрыть, чтобы он остался блестящим. Я тоже возьму сейчас спрайм. И я вот эти места, куда я попадала текстоном, просто вот пройдусь. Чтобы они у меня были глянцевыми. Текстон, на самом деле, вообще тоже фиксотрешь. Даже если помоешь посуду. Он очень липучий. Очень долго держится. То есть я не на всю фактуру, а чисто вот на золотые участки нанесла. Тоненько топ без остаточной липкости, блестящий. А остальное осталось без перекрытия. Если сомневаетесь, или если у вас такой, знаете, активный клиент, который убивает ногти от коррекции до коррекции, да, бывают такие прям, кто очень нагружает руки, то можно перекрыть, конечно, тоже так же вот тоненько, практически полусухой кистью, вельвет топ гель. Но это если вот вам прям вот кажется, что клиент у вас очень активный, и он снесет все, что можно, и отколупает все, что нельзя. Вот, тогда можно перекрыть, но прям вот сухой кисточкой, прям такими промазывающими движениями, чтобы фактуру не забить. Потому что если вы шмякнете вельвет топа, прямо жирно, то вы просто забьете эту фактуру, ее не будет видно, и эффект потеряется. Да, вот такой вот типсик у нас получился, очень, я думаю, что носибельный. То есть, поняли, да, как я переработала этот дизайн. Я сделала поконтрастнее немножко, чем у меня на ногтях, и добавила такую вот тоже перышки прорезания. То есть, это вот перекликается больше вот с этим ноготочком, где я тоже добавляла золотой декор внутри. И получается вот такой салонный уже вариант, а не фантазии. То есть, я взяла какие-то элементы и сложила их по-другому. Так, что здесь? Здесь мы возьмем сейчас кисточку тоненькую, можно линеарно. С эмпастой можно же замешать? Да, Ир, я мешаю с эмпастой. Сейчас я вот не буду вам показывать типсик, где я пробовала, потому что это такая проба пера. Это готовим курс для Эми Арт. У нас там выходит по два курса в месяц новых. И все курсы сейчас по дизайну именно там. Я там пробовала мешать, но получается, что вот эта паста, она как бы классная тем, что она очень густая и фактурная. Эмпаста тоже высыхает без остаточной липкости, но она пожиже. И поэтому, когда я добавляю в пасту эмпасту, то материал получается вот не такой фактурный, он получается чуть-чуть жиже. Ну, в принципе, не могу сказать, что это прям вот критично, но если хочется прям барельеф-барельеф и хочется вот так вот прорезать, чтобы она не затягивалась, понимаете, да? Когда жидкий материал, вы делаете прорезь, а он затягивается, сам выравнивается, то тут уже как бы тяжеловато. Лучше мешать с пигментами. Вот у нас очень богатая палитра разных пигментов в Эми, и с пигментами мешаются получше. Вот, потому что, например, пробовала линии рисовать пастой, вот этой вот фактурной, линии плохо получается, потому что она очень густая, и за кисточкой не тянется, ну, плохо рисуется. Конечно, вот линии я обожаю рисовать эмпастой. Она по консистенции самая для меня удобная для рисования. Можно, например, добавить, вот я, допустим, сейчас буду делать прорисовку серенькую эмпастой, и вот, что бы нет, чуть-чуть я добавлю в фактурной пасты, чтобы просто подкрасить. То и другое без остаточной липкости, и это мне совершенно не помешает. Так, у Иры звук куда-то удаляется, туда-сюда. У всех так тоже. Так, может быть, я тут убегала, Ир, за, за праймом. Могла убегать, и поэтому удалялся звук. Да, тоже так. Странно. Вообще, на ВКонтакте стало очень странно вести эфиры, девчонки, потому что, не знаю, что-то там случилось как-то одномоментно. Все было идеально, и вдруг и картинка немножко стала хуже. Вот, и мы можем нарисовать Такие пёрышки. Они будут тоже разборельефные. Ну, и у меня здесь есть пёрышки. У меня здесь, знаете, нет идеи рисовать прямо перья перьям, не просто таким намеком. Это такой орнамент, который изображает пёрышки. Вот такой получился. Это у меня орнамент тоже с этого ноготочка. Только переработанный уже на весь ноготь клиента, более такой быстрый, более носильный. Можно было отделить ещё, например, полоской золотой, шермиконом. Но тут можно фантазировать, на самом деле, сколько угодно. Основной мой посыл к тому, чтобы вы перерабатываете вот такие фантазийные ногти, к тому, что вы берёте обычно какие-то элементы. Например, здесь что мы видим по элементам? Градиент, надпись, золотая вставка, чёрная лунка, чёрный френч, градиент от тёмного к светлому, барельеф, прорисовка вот этих прожилок-пёрышек на весь ноготь, прорисовка прожилок-пёрышек, вот такая орнаментальная, золотая какая-то вот вставочка, да, такая, ну, паутинка такая очень деликатная. Вот это всё можно расписать в список и включить что-то в свой дизайн. Цветовую гамму, где-то, вот видите, мы золотиночку такую же пустили, где-то, как вот здесь вот, да, с этого ноготочка примерно взяли прорезание. Отсюда мы взяли надпись и сложили из этого всего новый дизайн, примерно в том же ключе, но уже более такой салонный. Также и здесь, во втором варианте мы взяли золотиночку, мы взяли прорезание, мы взяли орнамент, который у нас нарисован, и сложили его по-другому. Сложили его в более простой салонный вариант. И когда вы видите, такие ногти фантазийные, не обязательно их прям бежать, повторять один в один на клиентах, наращивать эту гигантскую длину. Конечно же, это просто в качестве идеи, да, вот фантазийные ногти, они очень обладают таким вау-эффектом, да, и вы можете, конечно же, похвастаться своим мастерством и диапазоном своих возможностей на страничках у себя в соцсетях, но в салонном обслуживании мы можем эффект какой-то взять и упростить, чтобы у вас это не занимало много времени, и чтобы это было более подстроено под жизнь ваших клиентов. Вот, мы такие идеи вам периодически даём, причём скоро выйдет мастер-класс, вот на эти ногти, как я их делала прямо поэтапно, мы разместим и здесь, и в канале YouTube. Да, вау, вот, Тань, и на самом деле я хожу вот с четырьмя такими ногтями, и поверьте мне, девочки, кто хочет клиентскую базу? Вот сделайте себе такие фантазийные длинные ногти, в жизни это нормально, это на левой руке четыре пальца, они почти не участвуют в повседневных делах, у меня вот такое ещё фантазийное ногтевое ложеное, на них, поверьте, куда бы я ни пошла, к зубному, в магазин одежды, там, не знаю, в фитнес-клуб, куда угодно, везде меня хватают за руки, и это огромный шанс завязать диалог о том, чем я занимаюсь, у меня постоянно их фотографируют, у всех находится девочка, там, подружка, сестра, кто занимается маникюром, а большой какой у вас, а никакой, такой же, как и везде, однотонный, просто коротенький, однотонный, Олесь, у меня четыре длинных ногтя, и это моя витрина, весь мой контент построен на этих пальцах, так, кто вот конючат, что у него нет клиентов, чтобы сделать красивые ногти, выложить их в контакт, в инстаграм, у вас есть левая рука, берете левую руку, делаете и фотографируете, фотографируете красиво, подставили флакончик, взяли в руку, поставили, и вот вам шикарный кадр, большой палец может в кадр не входить, ему вообще не обязательно жить на вашей странице, все, и у вас шикарная фотография, расставляете красиво пальчики, и фотографируете, надеюсь, вам эфир был полезен, надеюсь, вы влюбитесь в этот материал, так же, как влюбилась у него я, и у вас пойдут свои шедевры, может быть, кто-то переработает этот дизайн во что-нибудь другое, и тоже получит интересный, классный и неизбитый вариант, потому что это, согласитесь, очень по-новому выглядит, такой прямо глоток свежести в каких-то уже, да, надоевших вариантах, вот, очень интересно, прям на ощупь очень гладенько, вообще хорошо, очень приятный на ощупь материал, вот, поэтому желаю вам творческих успехов и вдохновения, надеюсь, я вас вдохновила сегодня на какие-то новые дизайны, новые идеи, а может быть, кто-то побежит сейчас и делать себе левую руку, фантазинами, ногтями украшать, это будет тоже очень классно, я вас всех люблю и обнимаю, каждое, до встречи в новых эфирах, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!